В нашем прудике растел первый ирис. Вот такой нежненький красавец. Всем заглянувшим привет! Мы с вами на даче. Сегодняшнее видео будет по просьбам моих подписчиков рассказать и показать каждое растение вокруг прудика. И начнем от крыльца. Вот я сижу на крылечке. И тут мы любим завтракать, обедать, ужинать в теплую погоду и любоваться нашим прудиком. Этот пруд и вам понравился. Поэтому так много вопросов о нем и как он сотворен. И вот сегодня я отвечу на вопросы о растениях вокруг прудика. Ну вот я выключила, чтобы шум водопада не мешал вам слышать то, что я буду говорить. И несколько слов из истории. Прудик я выкопала в 2012 году. В начале августа 2012 года. Кстати, за 4 дня. И тогда же, последний день благоустройства этого пруда. И вот в четвертую ночь вокруг прудика засадила тем, что было под рукой. И что, на мой взгляд, могло тогда еще приняться. Уже в августе. Ну и когда копала, я старалась оставить в живых те растения, которые уже росли здесь. Ну как бы по берегам прудика оказались. После того, как я выкопала во время копки, я их берегла. Ну, например, вот этот папоротник. Здесь, конечно, не именно этот рос, а его бабка, прабабка, прапрабабка этого папоротника. Ну, зато вот эти вот все папоротники, которые не лесные, а именно садовые, вот этот, вон тот, вон сбоку, и там вокруг, они все именно разрослись потом от этого папоротника. Я все отсаживала вокруг. А что тоже там само проклевывается. Приходится что-то, наоборот, выдирать даже. Ну и кое-что еще. Вставлю фото, посмотрите, как это происходило. Уже в ночи я засаживала. И мне, или этим растениям тоже повезло. Пошли дожди на следующее же утро. Все, что я тогда посадила, все замечательно прижилось. Да, на том берегу, вот где сейчас вот этот папоротник растет, там остались в живых хризантемы, которые были еще от мамы привезены. Ну, потом, со временем, все-таки уже столько лет прошло, их там не стало. Ну, вот вместо них выросли папоротники, потом ирисы появились. Ну, вот с этих ирисов мы и начнем, которые сегодня как раз благухают, зацвели. Они растут прям в воде, в пруду. Я их как биоплата сделала. Они помогают в чистоте прудика. И вот здесь вот растут и размножаются. Там ящик установлен пластиковый, обычный. Их всего там, наверное, штуки три я посадила. И вот они разрастаются и цветут. То есть это обычный болотный ирис, который мне сосед привез из болотца. Я сначала о мелких расскажу, а потом в крупном перейду. Бадан. Тоже вот видите, по всему берегу почти. Здесь бадан, там, особенно весной, красиво водоем смотрится в обрамлении цветов бадана. Здесь брунера. Дальше волжанка низкорослая. Вот тут вот. Бочка у нас спрятана как бы в кустах. Вот там отстаивается вода для прудика. И бочку эту прикрывают обычные лесные папоротники. Далее опять папоротники, лютики. Их уже не видно, они отцвели. Некоторые я уже подергала, а некоторые оставила на развод. По-моему, это какая-то у меня туя. Еще в 2011 году друзья в подарок привезли. Сначала я на горку ее сажала. Она такая капризная оказалась, то и дело. То ли вымерзала, то ли у нее середка всегда. Из зимы коричневая выходит. И я решила, что ей не нравится солнце. И вот пересадила потом сюда тень к прудику. Но и здесь она не очень себя хорошо чувствует. Видимо, нежное какое-нибудь южное создание. Дальше за туей растет и радует наши глаза. Особенно весной во время цветения. Магония падублистная. Вечно зеленый кустарник с листьями, похожими на листья розы. Недавно о нем я подробно рассказывала в отдельном видео. Ссылка появится вот здесь сверху. Кто не видела, интересно, посмотрите. Дальше там уже у меня как бы загустение происходит. Чуть-чуть вот видно. Это поднимается клопогон. Название некрасивое, но само растение очень красивое. За лето вырастает выше двух метров. И цветет такими высокими-высокими свечками. Или, я бы сказала, даже султанчиками. Так. Дальше. Дальше. Ну вот обо всех все равно я не расскажу. Здесь у меня чего только не растет. Многое просто уже ветром принесено. Многое вместе с камушками. Вот особенно те растения, которые, видите, в воде растут. Это вот они там сами выросли. Я думаю, что-то ветром занесло. Что-то с камушками. С озера, как на озеро идем, обязательно с собой ведро брала, совочек брала. И набирала там камушки и разные растения, какие мне нравились. Вот в том числе и вот это вот название сейчас забыла. Копытень, по-моему, называется. Вот он тоже очень хорошо растет и смотрится хорошо. Особой воли я им стараюсь не давать. Но они, я бы не сказала, что агрессивные. Просто то, что лишнее, я убираю. Дальше вот тут вот он самопроизвольный. Там вырос девиосил. Я стараюсь бороться с ними. Их много здесь прорастает. У старых хозяев, видимо, вот здесь рос. И я сначала наоборот обихаживала. Ну, а потом уже сейчас оставляю только в некоторых местах, где они подходят. Иначе здесь все будет в этом дее веселье. Но вот там он пока красиво. Потом листья будут увеличиваться. Поэтому я за ним слежу. Лишнего не даю вырасти. Вот через некоторое время придется его там выдергивать аккуратненько. Вокруг водопадика как бы обрамление. Тоже оно само собой получилось. Ну, правда, я сажала, но не думала, что это потом вот разрастется и вот так красиво будет. Это обычная садовая герань. И справа, и слева от водопада по камням стелется. Дальше. Дальше там чего только тоже не растет. Вот то ли клубника, то ли виктория. Уже который год там лишнего не разрастается. Но с каждым годом все больше и больше. Не сажала. Само появилось. Может быть, от семени выросло. И цвело этой весной обильно. Видите, сколько там ягодок образовывается. Вот. Мне кажется, это вот, я так думаю, что это называется барвина. Потому что оно как бы с длинными, с длинными веточками, стелющимися, стелется по земле. Вот такие вот цветочки голубенькие. Вот оно вьется тоже там по камушкам. Уже отцвели ранние такие огоньки купальницы. Вот василючки самосевные выросли. Так, идем сюда. Тут тоже по берегу, видите, просто травка. И в травке вот лесная земляника. Вот, это же цветет. Вот. Лесная земляничка. Тут и там. Ну и здесь медуница. Она уже отцвела. Папоротничек. И хоста низкорослая, вот такая голубая. Ну тут много еще, вон, видите, сами, я уже говорила, сами прилетают. Аж вырастают. Я им особой воли не даю, но и не сильно препятствую. Растут, создавая вид естественного водоема. Ну а теперь про деревья. Это ирга. Из леса просто первый год, когда дачу купили, принесла небольшой росточек. И вот растет, и летом лакомимся. Ну тут уже кто кого опередит. То ли воробушки и другие птички. То ли мы сами. На перегонки с воробьями, короче, лакомимся. Ягодами ирги. Первоначально туда посадила, еще до того, как пруд здесь задумывался. Поэтому так и растет там. Ну а вот это вот ива. Козья ива. Вот такая она, штамповая. Цветет очень красиво. Желтыми трогательными цыплятками. Ранней весной. Когда еще ни цветов особых нигде нет. И ни листочков даже нет. На этой иве просто цыплятки просыпаются. Очень красиво. О ней я уже рассказывала. Я просто вставлю сюда. Неприхотлива. Практически беспроблемная. Изредка я ее подстригаю. И да, после снежной зимы прошлого сезона, ива от тяжести снежной шапки накренилась. Хорошо, что не сломалась. Но весной обратно не выпрямилась. Муж обрезал длинный кусок от старой водопроводной трубы. Вбил его, и деревце подтянули. Оно выпрямилось, но трубу решили больше не убирать. Оставили как подстраховку от новых снежных шапок. Рядом с сывой всех интересует, что это за куст над водопадом, который у меня цветет все лето. Это ива-хакура-нишеки. Это не цветы, а концы побегов. Молодые побеги. Чтобы они все лето были такими же красивыми, бело-серо-розовыми, надо подстригать их, и появляются быстро новые. И вот все лето это ива. Вот такая, как бы она цветет. Называется хакура-нишеки. Перед ней и рядом там еще это сосна горная. Низкорослая и медленно растущая. Называется могус. Тоже маленькая растенница сажала, покупала. В садовом центре рядом с нами тут флосс есть. И вот так вот она выросла. Может быть ее надо было формировать. Но я уже говорила, и я стараюсь не мешать растежкам, чувствовать себя, как они хотят. Вот скажем так. Мне всегда жалко обрезать, встречь. Сколько лет у меня дачи, да? Одиннадцатое лето дачи. Я уже привыкаю немножко. И то. Раньше я вообще не могла что-то там, как это взять, и отстричь живые ветки. Ну вот, если бы я с самого начала стригла, может быть и сформировалась бы какая-нибудь шапочка или шарик. А так вот растут они у меня, как в природе. Между одной веткой этой же сосны, одного растения, и второй веткой. Вот она декоративная вишня или сакура. Очень красиво. И рано цветет весной, пока листьев нет. Усыпано цветами. А сейчас просто вот стоит такое, такой костик зеленый. А ближе к осени будет такой, ну, красноватый, красный, красивый костик. Дальше за всем этим еще одна ива. Вот такая. Кудрявая-прикудрявая. Название уже теперь не вспомню. Напишу. У меня записано в моем блокноте. Подпишу, как называется эта ива. Ну вот, вот такая ивочка. Красавица. Вот вроде бы я вам все рассказала, что у меня... А, ну там на заднем фоне там всякие лишние ирисы. Вот где, откуда я выкапываю, если мне некому отдать соседям. Допустим, ну, обычные ирисы не будешь раздавать и выкинуть. Мне всегда жалко. Вот я туда насадила. Видите, там перышки торчат. Это вот различные ирисы. Вот такие растения нас радуют по берегам нашего любимого прудика. Сейчас, кстати, раннее утро. раннее-раннее. Вон соседка работает уже. Мне тоже пора, наверное. Всего доброго всем. Берегите себя и близких. Будьте здоровы. До новых встреч в моем саду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...